В оконце солнце светит ярко, И птица песенки поёт, Журчат ручьи. Восьмое марта, Восьмое марта к нам идёт. Цветы, конфеты и улыбки Вам дарим щедро от души. Мы любим вас И понимаем вы воплощение любви. Третье марта, день Агапа. Святой Агапита-исповедник Ревностно практиковался в посте, Бодрствовании и молитве. Это вызывало удивление. Он носил одежду из древесной коры, Питался нередко в течение 80 дней, Золой вместо хлеба отказывался от сна. Господь одарил его благодатью чудотворение. Приметы. Облака висят высоко, погода испортится. Снег на полях лежит неровно, К хорошему урожаю овощей и зерновых культур. Если показались бабочки-крапивницы, Снега больше не выпадет. Много снега, много хлеба. Сосульки с крыш свисают, Зима затянется. Алая заря, вскоре снег пойдёт. Деревья почернили, жди потепление. И если затрещали, будут морозы. Звёзды сильно мерцают, Будет похолодание. И если луна с трудом видна на ночном небе, Утром может выпасть снег. Яркая луна или круг света вокруг неё – к холодам. Валентина Киреева пишет. Добрый вечер, Петрович, подскажите работу без выходных. Вот это очень плохо – работа без выходных. Работа без выходных – это постоянное напряжение в вашем организме. И начались боли в сердце и давление 150 на 90. Чувствую себя ужасно. Что посоветовать от давления? Не от давления здесь надо. Вот, знаете, можно самого себя загнать работой. Потому что должно быть расслабление, Должно быть успокоение, Должен быть какой-то отдых. Конечно, ситуация может быть очень сложная, Что надо там с вас зарабатывать и прочее, прочее. Но, понимаете, наш организм, он не, как бы сказать, нежелезный. И он от чрезмерной эмоциональной нагрузки довольно-таки быстро ломается. И прежде всего это начинается вот с сердца. Сердце лучше всего чувствует наше эмоциональное, будем говорить, переживание. Наше эмоциональное напряжение. И начинаются вот такие вот вещи. То есть, всё сковано. Когда всё сковано, Это говорит о том, что мышцы скованы, скелетные мышцы. И у нас в основном давление идёт, вернее, циркуляция крови уже по крупным сосудам в голову бьёт. Поэтому возникает у нас вот такое вот давление. Очень важно умение расслабляться. Хотя бы, вот как я говорил, с помощью дыхания можно расслабляться. Дыхание, очищающее полевую форму жизни. Вообще-то это трудно делать. Очень хорошо может помочь в данном случае это контрастные души, прогревание перед сном в ванной. Обязательно от какого-то отвлечения должно быть. Ещё разок хочу сказать. Вот важно жить вот как в песне. Важно жить умеючи, важно жить играючи, важно, братцы, жить припеваючи. Ну вот как-то вот так. Жизнь должна быть более лёгкой. Не создавайте себе проблемы. Ну хочется чего-то, ясно, того всего пятого, десятого. Но вы прикиньте, остановитесь на том, что вам доступно. И тогда будет совсем другое. Это просто-напросто эффект загоняния самого себя. И теперь ужасно. Что посоветуете от давления? Работу без выходных давления. Ясно и понятно. Должна быть работа, должен быть отдых, должно быть время посвящённое себе. Да и много других вещей. Хотя бы можно было бы и прогулки совершать, там на работу, с работы. Это говорит о том, что у человека имеется огромное внутреннее напряжение, которое... Вот вы всё сказали, вы не сказали одного. Работуй без выходных. Вот эта вот причина, которая вас составляет работать без выходных. Возможно, вам надо там кредиты выплачивать или ещё. Вот это всё у вас накопилось и давит. Так что от давления должно быть расслабление. Я рассказал всё, что эффективно действует. Вот. Ну там можно успокаивающие травы. Ещё раз скажу. Успокаивающие травы – это одно. Расслабляющие процедуры – это другое. Ванны, контрастный душ, чтобы скелетные мышцы расслабить. Но основное у вас сидит в голове. Работаете без выходных. Причина, почему вы работаете без выходных. Вот это вот и давит на вас. А остальное – это просто следствие. Если её уберёте, значит, будет нормально. Вот такой мой совет. Расслабляет. Расслабляет.